Удары вглубь территории России с западными вооружениями большой дальности. И, судя по всему, это решение либо вот-вот будет принято, либо, судя по всему, вообще уже принято. И это вещи, конечно, экстраординарные. Хотелось попросить прокомментировать то, что происходит. Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по всей территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза, либо на Соединенных Штатах. В общем, с натовских спутников это первое. Второе и очень важное, может быть, ключевое заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Но украинские военнослужащие делать этого не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием, или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войне на Украину. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суд, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз...